1 декабря Единой России исполнилось 23 года. В честь дня рождения ведущей политической партии по всей стране стартовала декада приемов граждан. И городской округ Люберцы не стал исключением. О чем хотелось бы поговорить, это о панках. Потому что, ну, действительно, это старый жилой фонд, да, и вот сейчас, я так понимаю, намечаются программы реконструкции и школы пятой, да, и там школа Олимпийского резерва, и на электрификации, я так понимаю, под реконструкцию ушел в детский сад, да, вот. Просто есть некоторые мысли, на мой взгляд, которые могли бы быть интересны. Аркадий Иртищев живет недалеко от парка Наташинские пруды. Однако мужчина пришел с предложениями и вопросами касаемо развития не только своего микрорайона, но и других частей города. В частности, активного жителя интересует возможность строительства пешеходного перехода над станцией Панки. Такой переход строится в Малахотке, это определяется вместе с РЖД по тем местам, где, ну, самое большое скопление. Так вот переход, что вот он есть, нам в ответ скажут, он, мост, есть переход через железную дорогу, станции Панки, мы попадаем на вертолет России, там проблем с переходом нет. Кроме секретаря местного отделения партии, в общественной приемной депутат Госдумы Роман Терюшков. Визит парламентария проходит в праздничную декаду, приуроченную ко дню рождения партии. Эти 23 года, как была организована Всероссийская политическая партия «День России», за это время она приобрела огромное количество не только членов, но и сторонников. И просто люди, которые живут на территориях, обращаются в общественные приемные партии для того, чтобы получать очень емкие, а главное решать те задачи, которые стоят перед нашими жителями. Итоги, проделанные за этот год работы, говорят сами за себя. Сразу после приема граждан состоялось заседание Политсовета. С января по конец октября депутаты фракции провели 659 приемов избирателей. По коммуникации с жителями, Люберецкое отделение «Единая Россия» занимает первое место в Московской области. Также городской округ является лидером по организации благотворительных акций и мероприятий, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Луиса Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.